В военной доктрине Российской Федерации В военной доктрине Российской Федерации, утвержденной президентом в 2014 году, приведен обновленный перечень военных опасностей нашему государству. Впервые в качестве военной опасности выделена растущая активность глобального терроризма. Законодательное регулирование применения российских вооруженных сил в борьбе с терроризмом основано на опыте, полученном в 90-х годах прошлого столетия и в начале нынешнего века в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе. Сегодня уже ни у кого не возникает сомнения, что тогда Россия встретилась не с группами идейных сепаратистов, а с хорошо организованным и щедро оплачиваемым из-за рубежа наступлением террористов на нашу страну. Вооруженные силы, предназначенные для отражения внешней агрессии, были вынуждены вести боевые действия с банформированиями на своей территории. При этом мы столкнулись с жестким информационным давлением, фактически информационной войной против России, развязанной рядом государств. Ту первую атаку терроризма мы отбили и сделали для себя несколько выводов. Во-первых, к борьбе с террористическими формированиями вооруженные силы необходимо готовить заблаговременно. Во-вторых, терроризм надо бить упреждающе на ранних стадиях формирования угрозы, не давать его идеологии проникнуть в умы населения, развиваться и захватывать новые территории. В-третьих, терроризм нельзя ликвидировать без применения военной силы. Но и одной военной силой его тоже не победить. Необходимо объединение политических, финансовых, идеологических и информационных ресурсов государства для успешной борьбы с террористическими организациями. Опыт, полученный российскими вооруженными силами в борьбе с террористами, способствовал выработке фундаментальной нормативной правовой базы, регламентирующей применение вооруженных сил в борьбе с терроризмом как в Российской Федерации, так и для пресечения международной террористической деятельности за пределами национальной территории. Говоря о причинах возникновения международного терроризма, можно выделить несколько аспектов. Несомненно, условие для его произрастания создает бедственное положение населения ряда государств. На это накладывается радикальная идеология, и в результате возникает формирование Аль-Каиды, ИГИЛ и другие террористические организации. Другая причина роста террористической угрозы – вмешательство извне в дела суверенных государств. Попытки перенести ценности западной демократии в страны со своим менталитетом, духовными ценностями и традициями приводят к обратному результату. Искусственное насаждение чуждых идеалов взорвало Северную Африку и Ближний Восток. Третья причина возникновения террористической опасности заключается в стремлении ряда государств использовать услуги террористических и экстремистских организаций для достижения своих политических целей и сокрушения пусть не демократичных, но устойчивых государственных образований. В дальнейшем, выйдя из тени своих покровителей, террористические банды начинают разрастаться, осваивать обширные территории и формировать экономическую базу, образовывать квази-государственные структуры, что приводит к дестабилизации целых регионов и создает угрозу безопасности всему цивилизованному человечеству. Продолжение следует...